Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова представит Краснодарский край на всероссийском конкурсе. У природы нет плохой погоды, вот только в жизни не всегда так, как в песне. Внезапные капризы небесной канцелярии могут нанести значительный урон городскому хозяйству. Вчерашний вечер тому пример. За полчаса в Анапе выпала месячная норма осадков. Сила ветра достигала 34 метров в секунду. Непогода оставила без электроэнергии больше 17 тысяч человек. Оперативно сработали все городские службы. Энергетики привлекли дополнительные силы, чтобы как можно быстрее дать людям свет. Участники экстренного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций восстановили всю картину происшедшего и уточнили меры для ликвидации последствий стихии. Самыми уязвимыми у нас на этот момент оказались объекты энергетики, где от шквалистых усилений ветра на отдельных участках фиксировались порывы ветра до 34 метров в секунду. И сильные осадки у нас прошли по северной территории и северо-восточной территории, частично западную территорию. Это зацепило Первомайский сельский округ, Виноградный частичный этаж, Суворов-Черкеск, где менее чем за час выпало от 31 до 32 миллиметров, что проходит по категории как опасных погодных явлений. Энергетики подключили дополнительные бригады для обнаружения порывов на высоковольтных линиях и ремонта, и включали потребителей поэтапно. Бригады «Ремстроя» ночью убрали часть поваленных веток и деревьев. Предприятие «Сити Кристалл» организовало технику для вывоза. Сегодня утром работы по расчистке города продолжились. На Крымской на торговый центр упало дерево. Сильный ветер расколол немаленький ствол буквально пополам. Понадобился кран для того, чтобы освободить улицу от упавшего платана. Рабочие оградили территорию и за полчаса справились с задачей. Как рассказали в Управлении по гражданской обороне и защите населения, по состоянию на 8 часов утра все высоковольтные линии на районных энергосетях восстановлены. В течение дня НЭСК, городские сети и Кубанинерго отрабатывали индивидуальные заявки, поступающие от населения. Мы напоминаем вам телефон оперативных служб. Дежурные единые диспетчерской службы 051 и 8 86 133 3 20 94. Диспетчер городских электросетей 8 86 133 3 20 16. Диспетчер районных электросетей 8 86 133 3 0 3 92. А также просим быть внимательными и соблюдать меры личной безопасности. Прогноз о возможных локальных проявлениях непогоды сохраняется. Первый в этом сезоне квадроцикл направлен на штрафную стоянку. Его владельцу грозит административное наказание. В городе начала работать мобильная группа, которая занимается выявлением таких транспортных средств. В ее составе представители городской администрации, сотрудники ГИБДД и гостехнадзор. Достаточно часто такая техника эксплуатируется без регистрации, сдается в аренду отдыхающим, которых может не оказаться прав. Происходит это на пляжах или на прилегающих территориях, где передвигаться на транспорте категорически запрещено. Водитель управляет без водительского, не знает права дорожного движения, ездит по пляжу, по песку, кругом проходят люди, отдыхающие дети. Мы эти транспортные средства выявляем, задерживаем, ставим на штрафстоянку и привлекаем водителей к административной ответственности. Сумма штрафа бывает разная. Минимально, если водитель управляет без водительского удостоверения, от 5 до 15 тысяч рублей штраф. Также штрафстоянка, эвакуатор – тоже значительная сумма для людей. Повторных нет. Значит, первые люди, которые попадают, они осознают свою вину, степень, последствия и уже в дальнейшем не нарушают. И к другим темам. Спрос на отдых в Анапе вырос вдвое. Туроператоры по России сообщают о рекордном спросе на отдых в нашем городе. По информации представителей туркомпаний, практически все отели-курорты, работающие по системе, все включено, а также бюджетные гостиницы стоят в стоп-листах до середины августа. По словам представителя туроператора «Лиан», наиболее востребованными оказались самые дорогие и самые бюджетные отели. Характерной тенденцией года эксперты называют увеличение продаж на бархатный сезон. Как рассказал директор по маркетингу гостиничной сети «Отелика», компания выполнила сентябрьский план по бронированиям на 50%. Такую ситуацию наблюдают впервые за несколько последних лет. Причина взлета популярности Анапы не только в пресловутом импортозамещении. По мнению экспертов, ательеры курорта сделали правильные выводы по итогам прошлого года и не стали задирать цены. В итоге удорожание проживания в сравнении сезона 2015 года составило не более 70%, а некоторые объекты даже пошли на снижение своих летних прайсов. День молодежи России пройдет в Анапе 26 июня. Соревнования, мастер-классы, чествование лучших, интерактивные площадки и фестиваль красок. Программа празднования обещает быть яркой. С 10 утра в сквере Гудовича для всех желающих будут работать тематические площадки с играми и конкурсами, ростовыми куклами и аниматорами. Для жителей и гостей города проведут мастер-классы по сборке и разборке автомата АК-47 скалолазанию. Также можно будет расслабиться в тематической зоне отдыха. В 14 часов на территории скейт-парка состоится самый яркий фестиваль лета – фестиваль красок 2016. Всех участников ждут сочные диджей-сеты, громкие хиты, зажигательные танцы и, конечно, тонны краски. Вход свободный. А 27 июня в городском театре пройдет официальная часть праздника, где лучшим представителям молодого поколения вручат благодарности главу муниципального образования в город-курорт Анапа Сергея Сергеева. Об одной из представительниц анапской молодежи, которой город может по праву гордиться, наш следующий сюжет. Анапская студентка Виктория Гладикова представит Краснодарский край на третьем всероссийском конкурсе социально ответственных девушек «Мисс Молодеж». Она прошла отбор из пяти тысяч претенденток со всей страны. Надеется, что участие в финале поможет познакомиться с единомышленниками из других регионов. Юровка. Игры с детьми, объединенные морской тематикой. Отчет об этом и других похожих мероприятиях вошел в материал отборочного тура конкурса среди девушек, которые занимаются социальными проектами. Виктория с октября прошлого года до апреля вела интернет-дневник, выкладывала информацию обо всех акциях, где была организатором или принимала участие как волонтер. Основные темы – работа с детьми, борьба с вредными привычками в молодежной среде. Отбор проводила специальные жюри. Также учитывались голоса пользователей сети интернет. За меня голосовала Анапа. Мои друзья голосовали. Я лидировала по Краснодарскому краю. У меня было 837 голосов. Но в финал я не рассчитывала, что я выйду. Это был такой немножко шокирующий сюрприз. Я не знала сначала, что сказать. Когда мне позвонили, меня поздравили и сказали, что я в финал вышла. Я не могла, наверное, сообразить сразу. Я такая «да, спасибо» и не знала, что сказать. Социальными проектами Виктория занимается с первого курса университета. Она руководит социальным комитетом студенческого совета, входит в состав молодежного совета при главе города-курорта и возглавляет молодежный совет при главе Первомайского сельского округа. Вы по этому документу тоже отработаете? Да, хорошо, я здесь была. Девушка учится на четвертом курсе по специальности «Государственная и муниципальная служба». Теперь общественную нагрузку она совмещает с работой в центре 21 век. Виктория занимается, как говорит сама, непростым направлением. Борьбой с наркоманией и проявлениями экстремизма. Проводим мероприятия с подростками, молодежью. Я новый специалист, пока пришла, еще только втягиваюсь в работу. Но мне нравится активно работать с молодежью. Вообще я сама так веду свою жизнь, такой активный. В Москву Виктория поедет в первых числах июля. Говорит, что настроение с одной стороны бодрое, с другой немного волнуется, потому что представляет Анапу и Краснодарский край. В финале ей предстоит представить свои проекты. Помимо этого, девушка рассчитывает завести новые знакомства и не исключает, что по итогам появится межрегиональный проект. И в продолжение темы молодежи. Совсем скоро сегодняшние 11-классники должны будут решить, какую специальность выбрать, в какую сферу деятельности направить свои силы. В России определили самые высокооплачиваемые профессии для выпускников вузов. Эксперты Миноборнауки проанализировали данные по трудоустройству более 1 миллиона молодых специалистов. Самые высокие средние зарплаты у выпускников инженерных специальностей. Больше всего в первый год получают специалисты по эксплуатации авиационной и ракетно-космической техники. Более 74 тысяч рублей в месяц. На втором месте выпускники направления ядерная энергетика. Их зарплата превышает 48 тысяч рублей. Замыкают топ-3 специалисты по прикладной геологии и нефтегазовому делу. Как выяснилось, сложнее всего найти работу выпускникам с юридическим и экономическим образованием. Почти 40% юристов и около 20% студентов, которые обучались по направлению экономика, не находят себя на рынке труда в первый год после выпуска, утверждают в Миноборнауке. В Анапе продолжается футбольный сезон. 26 июня 18.00 состоится очередная игра Кубка губернатора Краснодарского края по футболу. На стадионе «Спартак» в поединке встретятся футбольные клубы «Анапа» и «Абинск». «Анапа» на данный момент имеет в своей копилке 13 очков и в турнирной таблице занимает седьмое место. Сыграно 8 игр, из которых 4 победы, 1 ничья и 3 проигрыша. У «Абинска» пока всего 1 очко и клуб занимает 12 место, не выиграв ни одного матча. До начала матча в 17.30 на стадионе состоятся легкоатлетические старты с участием спортсменов нашего города. В это воскресенье приходите поддержать наших футболистов. Генеральный партнер программы новости производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте, а я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Субтитры создавал DimaTorzok